Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас будет очень-очень бюджетный мукбанг. Это будет шаурма двух видов. Одна, можно сказать, это булочка с сосиской. И я вас просто ошарашу ценами. Значит, шаурма стоила всего один монат. Мы часто встречаем в Баку прилавки, где написано шаурма плюс айран, это напиток такой, стоит один монат. К сожалению, мне не удалось найти такое место, но вот эта вот красота мне обошлась всего за один монат. Также нам положили, кстати, салфеточки и пакет бесплатный, между прочим. Так, все горячее. С чего начнем рассматривать? Это с шаурмы. Господи, она течет. Вот, посмотрите, размер немаленький, то есть она достаточно большая и очень приятно пахнет. Я буду говорить честное свое мнение. Если вам понравится такая рубрика, то в следующий раз я куплю самый дорогой дуэнер или шаурму и также сделаю обзор. Если вам интересно, то ставьте лайки. Итак, первое здесь, значит, сосисочка. Вот так вот выглядит. Это все в хлебе. Также помидорчики, огурчики. Эта штука вообще стоила 80 копеек. А здесь целый монат я заплатила. Ну что, ребят, пробуем? С Бога. Мне очень нравится. Я не шучу, ребят. Нереально вкусно. Чесночный соус, мясо, зелень, помидор, огурчики. Мне очень нравится. Вкус обалденный. Прям то, что нужно. Также сегодня я буду отвечать на ваши вопросики. Выгляжу я, конечно, сегодня просто ужасно, ненакрашенная. Но я думаю, что иногда надо разбавлять видео вот в таком образе, просто домашним. Сейчас уже вечер и как-то наедаться, если честно, не хочется. Немножко пересолил он, правда, шаурму. Но так, в общем и целом, я вставлю пятерочку. Вот просто пятерочку. Честно, никогда не пробовала такие супер бюджетные шаурмы. Просто потому, что я думала, это, во-первых, невкусно. Это антисанитарно. Еще плюс мясо непонятно, из чего это сделано. Но он готовил ее прямо передо мной, поэтому у меня не было никаких сомнений. И это место прямо около моего дома. Давайте вернемся к вопросам. Если вы хотите, что в следующем видео ваш вопрос прозвучал, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Я просто ставлю сториз, где прошу вас задать вопросы, а потом эти вопросы звучат в моем видео. Итак, первый вопрос. Будут ли еще видео с мамой? Скорее всего, нет. Потому что... Я просто чисто хотела вас познакомить с мамой. Но на постоянной основе снимать с ней видео или создавать ей какой-то канал... Я не собираюсь. Вообще, у меня мама очень стеснительный человек. Вот, ей было безумно приятно, чтобы все писали хорошие комментарии. Но продолжать мы эту тему, к сожалению, не будем. Да и, честно, она тоже не хочет. Самые-таки актуальные вопросы, не знаю, интересные вопросы она ответила. Я подумаю над тем, чтобы в следующий раз в моем видео был мой папа. Мне кажется, к нему у вас очень много вопросов. Кто за эту идею, то ставьте лайки. И пишите в комментариях, хотели бы вы видеть моего папу в кадре. Я не знаю, удастся ли мне это или нет. Я боюсь обещать что-то. Вдруг, например, я вам обещаю, а потом не получится. То есть, я не знаю, как папа отреагирует. Также очень часто мне задают вопросы, почему нету видео с Фати, вы что поругались и так далее. На самом деле нет. Просто у нас немножко не сходятся графики. И мы никак не можем выбрать нормальное время. Вот завтра мы должны встретиться и снять совместное видео. Он прям весь течет. Такой сочный. Волосы просто вау. Скажи, как ты за ними ухаживаешь? Спасибо большое за комплименты. В последнее время очень часто мне задают комплименты по поводу моей гривы. Ну и, если честно, ничего особенного. Просто мою шампунем. Очень часто, кстати, мучаю свои волосы. Постоянно делаю кудри, не знаю, выпрямляю. У меня в детстве очень слабые волосы были. Но потом я как-то повзрослела, немножко поправилась. И волосы тоже стали гуще. Я, если честно, не верю вот этому мифу, что подстригайте кончики, и волосы будут супер расти. То есть я их не подстригаю. Они сами у меня подстригаются. Но уже из-за длины я уже вынуждена слегка подстригать, потому что они уже слишком длинные волосы для меня. Также у нас с вами тут водичка. У нас все очень-очень бюджетненько в этот раз. Никакая не кола. Самая обычная вода. Вкусненько. Мужчина, который делал эту шаурму, я хочу отметить, что он был в таком халатике, на нем была шапочка. Сам он был в перчатках. То есть, несмотря на эту стоимость, он выглядел очень даже презентабельно. Мне это понравилось. Единственный момент, он под конец уже начинает течь, это немножко раздражает, если честно. Трудно кушать. А так, в общем и целом, мне очень понравилось. Правда, не знаю, что это за мясо. Можно ли это есть, но... Вкусно. Почему ты говоришь инфобокс, а не в описании, как говорят другие блогеры? Я просто привыкла так, потому что я смотрю очень часто англоязычных блогеров, и они говорят инфобокс. Я даже с подругой общаюсь, и я всегда ей говорю, ты можешь меня сделать attach. Хотя, можно сказать, ты можешь меня отметить. Не знаю, я как-то привыкла. Вообще, в Азербайджане очень часто употребляют английские слова вместо русских. В России, например, такого нету. Пойдешь в сентябре на кино «Оно 2». Да ладно, что будет? Я не знаю, откуда вы знаете, но это мой любимый фильм «Оно». Обожаю. Первую часть я тоже смотрела в кинотеатрах. В кинотеатре. Давненько, правда. Но мне будет безумно интересно пойти посмотреть. Следующий вопрос. Выходишь ли на улицу без макияжа? Вообще нет. В последнее время я к этому отношусь очень тщательно. Знаете как? Есть такой закон подлости. Ты встретишь абсолютно всех. Всех своих бывших, всех своих родственников. А идешь ты такая накрашенная, красивая. Никого не встретишь. Также еще я могу встретить подписчиков. И мне было бы очень неприятно, если бы я встретила своего подписчика. И он сказал, блин, на видео ты намного круче. Даже если в лицо мне такое не скажет. Но все равно как-то будет неприятно. Поэтому ни в коем случае доедаю. Но блин, это было божественно. Не думала ли ты встречаться с девушками? Интересный вопрос. Если честно, чисто эстетически мне нравятся девушки. Девушки очень красивые. Но я традиционной ориентацией, дорогие мои. Хоть я хорошо отношусь ко всем сообществам. Ко всем людям на земле. Но я как бы не собираюсь встречаться с девочками. Пробуем. Эта штука стоила 80 копеек. Очень бюджетненько. Не могу сказать, что это прям вау. Как швурма. Хотя разница в цене буквально там ничего. Пробуем дальше. Выглядит аппетитненько. Вот такая вот красота. Но не очень вкусно. Вообще я больше люблю лаваши. Это тоже очень сытно. Вкусно. Я доедать это не буду. Потому что он мне вообще не понравился. Если вам нравится подобная рубрика. Я найду самую дорогую шаурму в боку. И будем ее сравнивать с самой дешевой. Как вам эта идея? Пишите в комментариях. На этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока.